Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюры на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Предвещание потопа и строительство ковчега. И сказал Господь Бог дою, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гофр, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай вот так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами, все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всякого скота, из всех гадов, из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут, из всех птиц породу их, из всех скотов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их. Из всех по паре войду к тебе, чтобы остались в живых, с тобою мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал мной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok